В кафе «Ностальжи» Управление рабочего снабжения Северского трубного завода вся нынешняя неделя состоит из мастер-классов. Известный в Париже шеф-повар Стефан Дезюрьмьер признается, «Я мастер и должен знать русскую кухню». В свою очередь, полевские повара мечтают получить у Стефана рецепты из Франции. Он будет учить нас поварскому мастерству, что-то, может быть, какая-то средиземноморская кухня. То есть мы планируем почерпнуть много нового и внедрять на производстве в нашем кафе. Он говорит, что в основном работал в гостиничном бизнесе в разных странах мира. Во Франции в сети ресторанов «Мишлен» получил звезду шеф-повара. А звезды присуждаются шефом, а не рестораном. Таким образом, шеф может уйти и прихватить свою звезду в другой ресторан. «С чего все началось у французского мальчика, спрашиваю я у Стефана, через переводчицу Юлю». Когда ему было 8 лет, он просто так получил, что проходил мимо ресторана, присел, посмотрел в окошечко, почувствовал запах ресторанного духа и решил, что все-таки я стану шеф-поваром. Сейчас Стефан специализируется на средиземноморской кухне. Ему нравится готовить рыбу под названием «Сибас» с овощами в качестве гарнира. Мастерам из Полевского преподал этот рыбный рецепт. А еще салат из цукини. Предложил и оригинальные десерты. Лично меня, как технолога, удивило десерт, где в состав входит жареная свекла. У нас такого никогда не было. У нас есть из русской кухни, в печи парили раньше всякие овощи, репу, морковь, свеклу. Но вот именно использования в десертах у нас такого нет пока. Спрашиваю, какое блюдо русской кухни удивило больше всего. За неделю Стефан немного пополнел от блюд русской национальной кухни. Но и пользу от общения с поварами из кафе «Ностальжи» извлек немалую. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Доброй ночи. На здоровье. На пасашок. На пасашок. Пока-пока. Сегодняшний мастер-класс по-русски тоже удивил Стефана. Если вчера он узнал, что такое солянка, то сегодня все подробно записал в свой блокнот о рассольнике. Пасашок. Вводим воду. Он говорит по-английски с французским акцентом. А теперь снимает пробу национального русского блюда. И по всему видно, что рассольник ему нравится. Даже несмотря на то, что он только что жаловался на плотную и калорийную пищу русских. И говорил, что ему уже тяжеловато. Стефан, скажите, как? Хорошо. 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 Ольга Фролова, Сергей Чижов. Новости нашего города.